Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Добро пожаловаться. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Некоммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был с господиной Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Вот таков наш закон. Всем доброе утро. Начинается программа Добро пожаловаться. И на ваши вопросы отвечает наш уважаемый эксперт. Это председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартиры. Председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. И специалист по управлению домами, в том числе и с опытом управления ВРНП. Айвар Гонтарев. Здравствуйте. Доброе утро. Напоминаю, средства связи. Каким образом можно задавать вопросы? Можно, во-первых, писать нам в WhatsApp. 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. И можно нам звонить в прямой эфир. 2-3-0-6-7-212-93-9-6-7-213-93-9. Две телефонные линии. Обе работают. Звоните, задавайте ваши вопросы. Я думаю, что одна из главных проблем – это рост цен на энергоносители. И в связи с этим даже горячая вода наверняка будет достаточно дорогим удовольствием принять душ из горячей воды или помыть посуду. Вот не будет ли выгоднее устанавливать бойлеры? У меня вот такой вопрос. Чем пользоваться горячей водой? То есть вот насколько бойлер может помочь сэкономить деньги? Или это один из мифов таких, которые гуляют сейчас среди жителей домов? Внешне – да. Внешне – да. Потому что может исключиться та составляющая, которая тепловой затрат – это циркуляция. Но это чисто внешний эффект. Потому что на самом деле система циркуляции в наших домах является вторым контуром отопления. Она обеспечивает круглогодичное поддержание температуры в помещениях повышенной влажности в туалете и в ванной. Поэтому если вы выключаете горячее водоснабжение, готовьтесь к тому, что у вас будет как минимум дискомфорт в ванне и в туалете, потому что будет холодно и сыро. Сразу предупреждаю. И второе, как норма – это появление в этих помещениях плесень, которое будет распространяться по всей квартире. Это первый негативный эффект от установки бойлера. Второй негативный эффект, который еще более опасный – это нагрузка на сети электроснабжения. Потому что на самом деле, если сейчас представить, что все себе поставят бойлеры киловатт-два киловатта мощности, то это будет колоссальная нагрузка на сети. И перед тем, как это делать, вообще-то проверьте, позволяют ли вам сети даже внутриквартирные. Потому что у нас внутриквартирная проводка, как правило, из алюминия, который отслужил уже свой срок службы. Поэтому там могут быть очень большие неприятности, пожары. И в лучшем случае возгорание проводки, в худшем случае массовый пожар. Поэтому и нагрузка вообще на дом. Это все не так просто делается. Поэтому я считаю, что это не выход. Мы подсчитали у себя, что запрет на пониженные графики подачи горячей воды мы, в принципе, до 18 года мы подавали в дом в течение 14 часов в сутки пониженную горячую воду, где-то порядка 44-46 градусов, что вполне достаточно помыть руки и посуду. И только оставшееся время в 8 часов подавали такую, ну, уже настоящую воду, где можно там пользоваться душем и так далее. И это давало нам снижение, по сравнению с сегодняшним постоянным графиком, снижение потребления тепла порядка 15%. То есть я бы вернулся к тому, что, во-первых, нужно снять нормативные требования о том, чтобы там была повышенная температура, вернуться к гигиеническим требованиям перед пользованием душа или крана, слейте немножко воды. И второе – это перейти на пониженные графики. Потому что не надо гнать целый день, отключать не надо тоже. И гнать целый день горячую воду, день и ночь направлять, тоже не надо. Это могло бы дать, ну, достаточно серьёзное, скажем, сокращение стоимости горячего водоснабжения. То есть получается, что бойлеры при всей своей кажущейся выгоде, они могут привести к проблемам сырости плесени, могут привести к сбоям в электропроводке. И, ну, если массово на них переходить, это может очень-очень плохо сказаться. 6-7-212-93-9, вот я смотрю, кто-то прозванивается к нам. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, вопрос к вам. Особенно к эксперту Гундареву. Почему в РНП на ЧАК-42 запрещена запись на приём, кто занимается арендной частной землёй? Это что, действует земельная подпольная мафия? Также не принимают к юристам. И что теперь жильцам нужно искать платного юриста для решения оперативных жилищных проблем? Хотя юристов в РНП пруд пруди. Это настоящая дискриминация и нарушение прав человека. Теперь у жильцов осталась одна обязанность. Платить вовремя счета по золотым расценкам. Человек повесил трубку. Это, наверное, вопрос к ниночному председателю РНП, да, и ко мне. Я не организую ежедневную работу на данный момент РНП и не могу помочь вам никак. В моё время были такие приёмы, и могли все отвечать на те вопросы, которые необходимы по записи, конечно. Проходили клиенты, которые не по записи, которые уже постоянно ходили и знали, в каком кабинете кто находится. Да, но это вопрос к ним. Конечно, с одной стороны, нужно каким-то образом организовывать работу, да, и там все дни, все, может быть, сотрудники, это не рационально, чтобы принимали. Но есть определенный вопрос, который проходит через центр клиентов. Если там есть необходимость попасть именно к юристу на какой-то специализированный вопрос, да, в том числе вот если там вопрос был по каким-то земельным вопросам, связанный, да, с юристами, там, ну, специализированный вопрос. Там есть один отдел, который, я думаю, да, без проблем может принимать руководителя отдела к себе по определенным дням людей, потому что это не простые вопросы, скажем так. Это вопрос не ко мне сейчас уже, это уже внешний руководство РМП. А чем вот связано, в принципе, такое ограничение возможности достучаться, передать какие-то просьбы, жалобы, там? Ну как, ну, было время ковида. Во время ковида все, как бы, все переоценилось. Ну, и учреждения многие почувствовали, о, это же классно, когда к нам не ходят клиенты. Мы можем закрыться полностью и отвечать только письменно, зачем принимать клиентов, да. Ну, это характерно для тех инстанций, да, ну, как я называю, инстанция. По своей сути, это коммерческая организация, но вот та суть ее там, ну, это инстанция, учреждение, да. Но если они могут не принимать клиентов, зачем принимать клиентов? У них столько клиентов, сколько они не могут обслужить. Им не важны клиенты. Я не говорю сейчас про каждого работника РМП, я говорю в целом про отношения, да, там. Потому что у меня есть очень хороший работник, который всегда принимает клиентов и рассказывает все, что как, по сути, да, ну, вот. И учреждение научилось, но можно избавиться от того, чтобы здесь ходили клиенты своими вопросами, да, им что-то объяснять. Ну, вот, и взяли и отрезали. Вот и все. Оставили эти ограничения в силе, которые после ковида. Хотят, наверное, дожить до третьей волны, которая уже понемножку начинается ковид, и сказать, что ребята, опять завышенные показатели, опять закрываемся, да. Так и не открывшись. Ну, да, вошли во вкус. Я напомню, что можно задавать ваши вопросы, как позвонив по телефону 67212-93-9, так и писать их на WhatsApp 2306191. Пишите, что вас волнует и интересует. Вот вчерашний дождь, просто такой тропический ливень стеной воды показал, что вот ливневая канализация не справляется. В городе прямо происходили заторы, затоплялся город. Понятно, что это, ну, и для домов не очень хорошо, но вот у меня вопрос, что выгоднее, что лучше, плоские крыши или покатые крыши, учитывая, что, ну, может ли выдержать, например, плоская крыша, большой объем воды, который вытекает, если вдруг скапливается вода, не приведет ли это к каким-то негативным последствиям для дома? Олег, может жить иронией, Сергей, может жить иронией, ребята, не плоская крыша, не скатная крыша, столбики важны. Ну, я бы сказал так, что на самом деле я прав, на самом деле можно привести в идеальный порядок свою внутреннюю систему ливневой канализации, неважно, это скатная крыша или это плоская крыша, потому что и в том, и в другом случае есть ливнеприемники, по которым вода должна собираться с крыши и потом уходить точно в отведенное место. Но, как правило, если засовеяны ливнеприемники, и в том, и в другом случае, то просто-напросто начинает вода течь внутрь здания или по стенам здания, что не есть хорошо. Хорошо. Но на самом деле вопрос, конечно, самый главный для нас вопрос, это, а куда она дальше идет? И вот тут, особенно если мы касаемся внутренней, я уже, я не беру городские сети, которые под магистральными, где ходят общественные транспоры, там, ну, надо надеяться, что там есть организация, и, возможно, она, я надеюсь, она выполняет свои обязанности по своевременной почистке и поддержанию. Но внутриквартальные сети не находятся в бедственном положении. Зачастую их не обслуживали уже, ну, наверное, с советских времен. И поэтому, если у тебя даже все очень хорошо в доме, то выйти в воде зачастую бывает нет. И тут не важно, какая у тебя крыша. Потому что, на самом деле, скатная крыша, это можно, эти такой свободный сток воды можно использовать там, где есть, ну, большая земля вокруг тебя, где она может утечь. Если мы говорим о плотной застройке, то все равно она должна отводиться в ливневую канализацию. И там вот, если нет выхода, то все очень печально. И в городе я боюсь, что с этим делом все хуже и хуже. Судя по общему состоянию и внешнему виду города, ну, ничем не занимаются. Столбики тоже уже стали, я понимаю, хоть ты иронизируешь, но они стали неинтересны. Грязные, кривые и, в общем, непонятно какие, непонятно где стоят. Ну, Сергей уловил нотку иронии, потому что вопрос канализации, да, вот именно ливневой канализации в городе, она всегда была. Да, и я вот с нынешнего уже сколько созыва, сколько лет они работают, мы как Дом права, мы никаким образом не почувствовали, что мы никаким образом решались. Здесь две проблемы, вот то, что Сергей говорил, внутриквартальное, это в предместе, а в центре есть своя проблема по ливневой канализации, которая не может принять тот объем, количество воды, она выстроена там сколько, стоили больше лет обратно, когда город строился, и она физически не может вас принять на себя, да, то есть когда был такой ливень, тогда просто бегаешь по городу и смотришь, насколько плохо там затапливают все подвалы в городе. Да, и каждый дом владелец тогда там делает свои решения, ставит всякого рода эти вентиля, которые не пропускают в обратную сторону и так далее, потому что система перепольна, и вот мы не видим, что каким-то образом систематически или структурально эта проблема бы решилась. И такие моменты, они сразу выявляют, насколько эта проблема большая. У нас между тем есть звонок, 67212-93-9, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Мне вопрос к обеим специалистам. И вот такой, ну как бы, существует установленный порядок, вот вами обслуживаемых в домах, ну как его правильно назвать, там поведение или порядок в общем домик, что должны соблюдать там жильцы и арендаторы и все. Вот, ну к примеру, там люди меняются, кто-то завел собак, которые целыми днями лают и поздно вечером, кто-то там велосипеды, те же наставят ее всюду, и счет повредил там стену, что-то менял дверь, да, опять это стоит. Ну, соседям как бы неудобно, но кто скажет, ну и не хотят там ссориться. А если вот это расписать, элементарные такие вещи, где-то на видном месте, и имеет ли это какую-то юридическую силу, что ли, что, собственно, вот такой вопрос. Спасибо. Спасибо. Это как любой договор. Это нужно создавать внутри дома договор о том, как вы считаете, чтобы было приемлемо, чтобы коллективно себя вели. Но, как и любой договор, он действует только тогда, когда его выполняют. На самом деле проблемы известные, шум, неаккуратное поведение, скажем, в местах общего пользования, порча общего имущества. Я не знаю, какие бумаги могут воспитать людей. Если человек не привык себя вести, как пуп земли, вот, допустим, завел собаку, она истерично лает целый день, ну и ему говори, не говори, он тебе скажет, что собака должна лаять. Здесь, к сожалению, если вас такие проявления каким-то образом уже достают или утомляют, ну, надо звонить в муниципальную полицию, потому что есть общее положение. Поведение одного человека не должно мешать жить нормально другим. А как это уже оценивает полиция? Ну, то есть, получается, через полицию действовать. Вы знаете, ну, а как? Ну, а что? Собрать собрание и написать, что ребята, ведите себя хорошо, не шумите после 10 часов. Ну, это такие общие истины. Видите, Олег, проблема в том, что это как такая декларация доброй воли, что мы собираемся, мы хотим в нашем доме, чтобы был порядок, и вот мы бы хотели, чтобы было так. Проблема начинается в тот момент, когда кто-то это не соблюдает, потому что штрафануть его фактически невозможно. Возможно, тогда то, что Сергей говорил, что он уже расписался, что вот громко себя веду 20 евро, там, собака слишком громко лает. Но это фактически не замерите, да, насколько это громко, там, децибел, то есть вот проблемы начинаются в реализации, когда кто-то не соблюдает. Ну, другого вида, лучшего вида, как время от времени, какого-то рода коллективные собрания, общие собрания, которые пока разрешены, и просто говорить, ребята, ну, вот, ну, реально мешает. Ну, вот то, что реально мешает. Ну, вот, даже если человек не поменяет свое поведение, он будет знать, что вот какого-то его поведения, там, оставлять велосипед закрытый на лестничной клетке, там, громкой лая его собаки, ну, это мешает. Появлять на этом можете, ну, на велосипед можете, на собаку не можете. Велосипед просто, велосипедисты ставят, чтобы не крали их велосипеды, да. Ну, нужно тогда понять, сколько велосипедистов есть в доме, да. Может, какой-то вот снаружи дома поставить какое-то сооружение, где люди могут спокойно себе закрыть велосипеды, чтобы они не прикрепляли к лестничной клетке, да, к лестнице. Да, ну, здесь просто общаться нужно и доносить, что, ребята, то, что вы делаете, нам неприятно. Иначе никак, ну, нет такого механизма, что за ваше поведение, которое мешает другим, ну, вот, до какого-то уровня, что за это можно штрафовать. Когда оно уже крайнее, там, вы уже занимаетесь хулиганизмом, да, по закону, по статье, вот то, что Сергей говорил, тогда вызываем полицию, и они констатируют факт, что вы мешаете своим поведением. Ну, это уже крайний, скажем так, мир, да, и крайний, там, явление такого рода поведения. Ну, потому что… Начинается с семьи. Там, где семья пытается приучить или приучает ребёнка к тому, что он должен посмотреть вокруг себя и не вести себя слишком громко и думать вообще о том, что вокруг него есть люди, там всё нормально. А там, где люди воспитаны с самого начала, что как жили в лесу, как будто жили в лесу, где можно орать, там, за полкилометра друг к другу. Собак разводить, не воспитывать их. Ну, и детям позволять, потому что при всей любви к детям, я могу сказать так, что дети тоже создают очень много шума и зачастую, ну, необоснованно. Допустим, прыжки с дивана. Может над вами жить ребёнок, который обожает в кожаных ботиночках целый день прыгать с дивана. Я думаю, все дети это обожают, Сергей. Да, но человек, который живёт внизу, если вдруг, ну, вот он не на работе, Он очень тоже любит детей. Ну да, у него возникает просто наверняка желание пойти к соседям и поругаться. Это раз ситуация. Другая ситуация, когда дети, ну, побаловались, они заходят в лесу, что на клетку. Конечно, на этой своей эйфории ещё кричат, лежат и так далее. Тогда вопрос к родителям. Ну, вы можете сказать, объяснить детям, что мы сейчас вошли в дом, и здесь вот люди спят. Ну, даже днём могут спать кто-то. Это то, что Сергей говорит. Всё начинается с семьи. Мы объясняем, что как, тем же самым детям, что это можно, нельзя, и почему можно, нельзя. Но если мы знаем, что под нами живёт человек, которому бесит эти все, ну, как любого начнёт бесить, если там каждую минуту бум-бум-бум, кто-то будет вверх прыгать, да. Но если человек нет дома, и вы знаете, что не дома, да, хотите, прыгайте. Но если вы знаете, что под низом пенсионер, который целый день дома, и вы позволяете своему ребёнку всё время там прыгать, не объясняя, почему это нельзя делать, да, и не отвозя его на место, где можно прыгать на какую-то специальную площадку, батуты ещё где-то, где он может, наконец-то, свою энергию где-то потратить. Да, это вопрос к семье. Всё начинается с нас самих, с нашей всей семьи. У нас, между тем, ещё один звонок. Здравствуйте, доброе утро. Извините, да дети это ещё как бы дети. Ну, а вот, например, поменял унитаз, поставил на лестничную клетку, так и стоял, а стоял, пока дворник, как сказать, тащила его, попортил, менял дверь, попортил стену там рядом. Опять год, наверное, больше. И вот такие больше всего, знаете. И семья, родители были, ну, все удивляемся, да, были такие аккуратные. А вот, кого воспитали или не воспитали, вот в чём дело. Спасибо. Ну, судя по тому, что вы сказали, не воспитали. Судя по тому, что вы сказали, не воспитали. Я могу сказать, что это наша общая проблема, потому что я коснусь ещё одной части всего этого развлечения. На самом деле, графики. Ужасное на сегодняшний день явление в городе Виги. Вся Вига расписана, как бомжатник. И в основном видно, что это делается детской рукой. И что? Родители не знают? Вот у меня такой вопрос. Родители не знают, что их ребёнок идёт, берёт баллончик с краской и там пылит где-то на чужие стенки. Особенно приятно на это смотреть. Я в кавычках, конечно, говорю, когда только-только закончили реновацию здания, только-только покрасили всё, всё чистенько, аккуратненько, ну, и вот приходит такой шалун и начинает там самовыражаться. Родители тоже знают. Поэтому, на самом деле, взрослые и дети здесь в одной и той же лодке находятся. Один уже состоялся, второй ещё состоится. Про радиослуживание, где, ну, вот, унитаз ставили на лестнице, да, ну, будьте креативны, поставите обратно ему этот унитаз возле двери, чтобы он дверь не попросил. Привяжите к дверной ручке, пускай это стоит. Ну, на самом деле, насчёт такого поставил унитаз, я могу сказать, можно спокойно звонить в полицию, потому что это административное правонарушение сужение, загромождение эвакуационных путей. Так что можете в таких случаях сразу звонить в полицию и его оштрафуют, потому что это явное административное нарушение. Точно так же, как и порча, допустим, там, стенки. Если будет у вас ещё 2-3 свидетеля, звоните, его оштрафуют 100%. Полиция у нас работает, она быстрая, наверное. Ну да, вот мы говорим как раз вот про подростков, про то, что насколько ведь как раз подростки жгут кнопки лифтов, раскрашивают стенки и портят. Ну, для них, может быть, это просто развлечение, а людям потом нужно будет всё это вот восстанавливать и платить деньги за ремонт. Ну, тут видите, у меня только один вопрос о развлечении. А что это? К этому развлечению их кто-то приучал? Или кто-то не препятствовал, когда они что-то делали в другом месте? Потому что странное какое-то развлечение. Прийти... Мне всегда жалко, почему кнопки в лифте не горючие. загорелись бы. Пусть бы получил по полной программе удовольствие. Это уже садизм. 6-7-212-93-9 телефон для ваших звонков и на номер ватсапа также можно писать 2-3-0-6-1-9-1. Присылайте ваше сообщение и вот сейчас мы поговорим. может быть вот упомянули вы про электропроводку, которая во время перегрузок с бойлерами может забоить. А вообще в принципе вот как часто через какой строк нужно озадачиться этим вопросом с электропроводкой? Потому что у многих ведь наверное еще я не побоюсь этого слова с советских времен стоит в квартире электропроводка и ее никто не менял и в принципе растет ведь количество постоянное приборов, которые мы включаем, потому что если раньше не было электрочайников, это было диковинкой, сейчас это в каждой семье и не один, не было такого количества компьютеров. Сейчас, ну давайте сначала примем звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мой вопрос может быть не совсем к вам относится, но чисто по-человечески хотела бы узнать, вы серьезные люди, как говорится, ответственные. Вот это газонокошение или как его назвать, это какая-то мания просто. И в Риге, и в Юрмале нету спаса от этого. Жужжание с утра до вечера в одном месте кончается, в другом начинается просто невозможно. Вот как вы вообще к этому явлению относитесь? Спасибо. Я могу сказать так. Во-первых, есть правило о том, что трава, по крайней мере в городе Риге, трава не должна быть выше 20 сантиметров. Это первое. Это очень-очень уже такая высокая трава, она выглядит неаккуратно. Во-вторых, если мы говорим газон, то предполагается, что за газоном надо ухаживать и его нужно стричь. Правда, наверное, вас, вот радиослушатели радуют некоторые зеленые зоны в городе Риге, где господин Стайкис сказал, что будет луга и сейчас эти вот эти ости здоровые пожелтевшие травы торчат, и это вообще создает, наверное, у кого-то радость. Но на самом деле за газоном надо ухаживать и надо его косить. Другое дело, что мы уже неоднократно с Айвером говорили, что эти вообще-то внешние работы, такие как уборка снега, газонокошение, должны производиться централизованно, сразу по большим площадям, с тем, чтобы не было так, что действительно сегодня приходит мой подрядчик, он у меня покосил, через три дня приходит подрядчик соседнего дома и тоже начинает косить, чтобы был единый график по косу. Но косить траву надо, за ней ухаживать надо, если мы хотим, чтобы наш город был или наше окружающее нас пространство было аккуратным и свежим и красивым, то косить надо, тут другого варианта нет. Вот, возвращаясь к электропроводке, как часто все-таки нужно проверять, поскольку действительно растет количество электроприборов в каждой квартире, насколько... Проверку общих сетей, проверку общих сетей, это имеется в виду стояки, до счетчика в квартиру, мы обязаны производить, я сейчас могу ошибиться, норматив менялся, но как минимум раз в шесть лет. И мы эти проверки делаем. А что делается в квартире, не наш вопрос, скажем так, это вопрос собственника квартиры, но по сути дела внутри квартиры уже давно надо было поменять всю проводку. Потому что когда проектировались эти здания, они рассчитывались на очень низкую энерговооруженность в квартире. Максимум телевизор, холодильник, ну что там еще? Больше ничего. Электрофен, допустим. А сейчас, конечно, вы правы, абсолютно, Олег, там нагрузка очень большая, и это может привести к неприятностям очень крупным. Во-вторых, еще это алюминиевые провода, они имеют свой срок службы, который гораздо меньше, чем у меди. Поэтому там уже эти сети, внутриквартирные сети точно на пределе. Только ждем, когда что-нибудь рванет. Каким образом это делается? Обычно это, ну, специалисты, электрики занимаются этим. Этим занимаются электрики, они приходят и перетягивают вам провод, прокладывают новые провода из современных материалов, современной изоляции. Каким способом? Ну, тут уже вопрос, потому что это болезненная операция для внешнего вида квартиры. Я не знаю, удастся ли протянуть по старым каналам, которые есть внутренней скрытой проводки. Ну, значит, тогда надо внешнюю проводку делать, но это не совсем красиво. Но делать надо, потому что в один момент загоримся. Насколько это, в принципе, дорогостоящая вся эта операция, учитывая, что она еще может за собой повлечь, я понимаю, может быть, ее лучше планировать вместе с ремонтом, то есть одновременно? Если делаете ремонт, обязательно, потому что нынешние, как правило, ремонты делаются с тем, что ставится в Египс, то есть фальшная стена, и там за ней можно легко и просто протянуть свежую проводку. Но сколько стоит, я не скажу, особенно сегодня. Не о чем говорить. Нужно конкретно договариваться в конкретное время. Ну, то есть сколько стоит жизнь, понимаете, ведь в одном месте алюминиевые провода, их крепление ослабло, чуть-чуть повышенная нагрузка и пожар, но вот сколько стоит жизнь. То есть можно посоветовать людям, которые давно не меняли проводку, если они делают ремонт, то заодно обязательно озаботятся и вот этой проблемой? Будь моя воля, я бы обязал всех поменять проводку. А есть какие-то принадлительно централизованы? Есть ли какие-то нормативы, то есть можно ли, ну, не нарушаем ли мы вот какие-то нормативы тем, что не меняем проводку? Ну, наверняка нарушаем, но для этого нужно войти в квартиру. Понимаете, здесь вопрос, мы разделены так, мы вот, идет стояка этих самых, основная силовая масса проводов, которая идет по лестничной клетке, там, где доступ у нас есть, мы это проверяем и при необходимости меняем, а зайти в квартиру, разбавить полквартиры без согласия собственника, ты это не можешь сделать, тебя могут не допустить и все, поэтому это как-то законом отнесено, собственные квартиры, пожалуйста, сам колупайся как можешь. Пока, мисс Олег, вы не меняете цель использования квартиры на что-то другое, там, закон ничего не заставляет, да, как только, вот, вы с квартиры сделаете или офис, или какой-то другой, вот, коммерческий, тогда там закон заставляет уже, он говорит, вот, вы должны были там замерить сопротивление и так далее, и так далее, да, вот с этим мы сталкиваемся. В принципе, жители могут делать то же самое, они могут позвать сертифицированная электрика и спросить его мнение, пускай он придет своими приборами замерит и скажет, в каком состоянии их сети и когда планировать их замену. Вот самый первый шаг, который там могут жители сделать. Придет электрик, что-то подтянет, посмотрит, оценит и скажет, сейчас живите спокойно лет пять, через лет пять будете делать ремонт, заодно, вот, нужно будет менять все, электроэнсилляцию. Получается, что... Надо еще помнить о том, что вообще-то это норматив, требование норматива о периодической проверке электросистемы сетей, он распространяется как на управляющую компанию, так и на собственника квартиры. И самое главное, о чем должны помнить собственники квартиры, о том, что, в принципе, если, что они не имея акта проверки электропроводки внутри помещения, они находятся под ударом страховой компании, если будет выяснено, что разгорание произошло по причине электропроводки и у собственника не будет доказать, что он своевременно заботился в соответствии с нормативами, то он весьма высока вероятность того, что он не получит страховое возмещение. Об этом надо таком. То есть, еще раз, получается, что, если человек застраховал свою квартиру, но не выполнил с точки зрения страховой компании весь необходимый... С точки зрения нормативов. Нормативов, да. То есть, тогда он теряет право на получение страхового... Это стандартная фраза в стандартном страховом договоре. Если ты нарушаешь правила, то это не страховая ситуация. Потому что ты обязан знать правила и обязан их выполнять. А если ты этого не сделал, значит, ты сознательно создал ситуацию. И такой же сюрприз, я понимаю, может ожидать человека, который свою квартиру решил оборудовать под офис и просто не задумался о том, что проверить. То есть, здесь уже вступают в силу другие законы и он может получить неприятности. Это я уже кайверу, наверное, уточняющий вопрос, что если он просто переоборудовал, объявил, что теперь моя квартира является офисом, к нему могут предъявить требования гораздо более высокие, чем это просто квартира. у нас между тем последний уже звонок. Здравствуйте. Доброе утро, Александр, меня зовут, у меня господина Сидорко вопрос. Для всех ликбет, чтобы он ответил, как правильно заменить батареи перед отопительным сезоном, если они плохо греют, я хочу купить новые батареи и поставить. Что для этого надо? Спасибо. Во-первых, я бы задал вопрос, а кто-нибудь разбирался, почему плохо греют ваши батареи? Потому что не факт, что если вы поставите другие батареи, у вас что-то улучшится. Это первое. Второе, вы должны делать это по согласованию со своей управляющей компанией. Как минимум, должна быть согласована схема подключения батареи и ее мощность. Потому что это нужно делать по согласованию с управляющей компанией. В принципе, могут быть случаи, когда батареи не греют, особенно если старые советские конвекторы. Но в этом случае надо менять батареи во всем доме. Тогда вы достигнете эффекта. Поставив, меняя батарею в одном или другом помещении, вы эффекта не достигнете. Ну что же, я смотрю, просто мне показывают, что время нашей программы сегодня истекло. Спасибо огромное. Сергей Сидор, Кайвар Гонтрев отвечали на ваши вопросы. До следующего понедельника. хорошей недели. До свидания. Всего доброго. До свидания.